Привет зрители! Сегодня вновь возвращаемся к теме Vesta Сразу начинаю из-за руля и поедем мы разгоняться до максимальной скорости Дело же это я весной, но там была зимняя резина, до чипа машина А значит сегодня посмотрим, каковы возможности чипованной Vesta в преддверии зимы Потому как скоро езда на максималке будет, скажем так, чревата серьезными проблемами Я подготовился для этого дела У нас есть RaceLogic Вот он, соответственно, стоит У нас есть камера GoPro на панели приборов Вы многие просили, не видно стрелок туда-сюда Особенно у Vesta это проблема, потому что нет подсветки, ничего там не видно Сейчас я сделал, как вы просили Поставил камеру одну для считывания показаний спидометра Вторую, соответственно, для того, чтобы нам понимать, какова вообще ситуация с разгоном со стороны водителя Поехали! Попутно, кстати, поговорю про то, какова Vesta вообще Многие стали говорить, что вот, недавний автомобиль из Узбекистана, Ravon, это полное непотребство и Vesta намного лучше Ну, хотя многие хают ту же самую Vesta, сложно понимать товарищей, им и Узбекистан не нравится, и наши автомобили не нравятся Что нравится, не ясно, но, честно сказать, меня напугали слова некоторых граждан, которые сказали О, давайте нам Datsun Ребят, скоро я возьму Datsun специально на тест И расскажу вам, что это такое, почему с этим вообще не надо иметь дело в настоящих реалиях Ладно, пошли мы Vesta чипованная, она весит 1320 без водителя, со мной это где-то 1400, ну, с лишним, потому что я вешу почти сотню Но полный бак у нас не предусмотрен сейчас, четверть, поэтому, наверное, 1400 килограмм где-то у нас есть Многие мне сказали в тот раз, мол, разгоняешься на пятый Ну да, пятый, зато тише и прикруто нет Ну, посмотрим, да, посмотрим сейчас, что у нас будет Пройдем мы в один конец на максималке, потом в другой И посмотрим, что мы сможем развить Проблема в том, что новая Рига, она трасса с рельефом Более-менее нормальные ровные участки начинаются лишь дальше Но там ни отбойников, ничего там нет В целом неудобно разгоняться А здесь вот, да, мы видим, вниз мы сейчас идем Вот у нас скорость видна И, кстати, я уперся в отсечку 172 в отсечке сейчас автомобиль Вот вы мне советовали, давай на четвертый, давай на четвертый Отсечка, все, да, 6000, видно по тахометру Еще раз покажу, ну, пятую придется, пятую Максималка достигается именно на пятой, поехали дальше 173 Идется вот так вот делать Честно говоря, удивительно, но у нас по-прежнему все ездят черти как И 173, вот она максималка Я думаю, что это ветер, в другую сторону будет побыстрее Сегодня не самые лучшие условия для замеров Тем не менее, пойдем мы на максималке Скажу сразу, максималка на зимней резине, она хуже Именно по ощущениям машина плывет где-то в районе 140-150 Начинаются такие подплывания Не очень они приятные Здесь они меньше на летней резине Машина вообще четче идет На клю реагирует слабо достаточно То есть слегка-слегка чувствую, что ты в ней Но, кстати, плавание даже без клюни большое есть Это вот свойство именно въезда, я так понимаю Шасси, тем не менее, кстати, вот мы под горочку начинаем разгоняться 170, 178, ну вот эта максималка, да, кстати В целом не особо изменилась она по сравнению с зимой 180 Сейчас проверим тормоза Ну, видите, сейчас поменьше стало И будем заходить на нашу петлю разворотную Посмотрим, что там Главный солист, вы уже поняли Это шум ветра, не двигателя Шумоизоляция, слава богу, у автомобиля была проведена дополнительно И главное, именно тот фактор шума, да Он возникает от потоков вихревых Так что R-Dank Vesta все-таки не самая лучшая Видимо, тормозились мы Тормоза по-прежнему у Vesta у меня вопросов не возникает Конечно, это не суперспорт И сейчас 180, это не самая высокая скорость Поэтому, кто ноет Сзади нужны дисковые тормоза, дисковые Я не знаю, честно говоря, зачем нужны сзади дисковые Ну, грузовик мы никак не обгоним, наверное Нет, все-таки обгоним Все-таки обгоним Вот так вот, сейчас поблагодарим его Видим, да, ловисложек очень четко реагирует на то, что Есть какие-то перекрытия сверху Очень-очень чувствительный приемник Безусловно И выходим мы на клевер Посмотрим, что у нас здесь происходит с управляемостью Резина Yoko Gama Blue Earth И входим мы, да Даем, кстати, газу Машина немного начинает мести хвостом И расправляем газовую траекторию Шасси у Vesta, действительно, я считаю, что это Лучшее шасси в классе доступных автомобилей Да, это у нас все, что ниже где-то Соляриса Потому что Vesta по цене как раз находится между Солярисом Главным героем до этого класса Сладкой парочкой Солярис Рио И все, что ниже у нас как раз попадает в поле зрения Vesta Даже тот же Ravon в максималке Он как раз соответствует минималке Vesta Ну, и скажу так Кто любит ездить, да, даже вот в B-классе Ни какого Соляриса вам не нужно Ни Логана, ни Соляриса Ни, не дай бог, Датсунов Датсуны вообще это прошлый век Не надо на них обращать внимание вообще Ребят, честно скажу Это дело, ну, совсем уж дурное К тому, как автомобиль устаревший Впаривает вам японское под видом Вернее, русское под видом японское То есть это вообще не японский автомобиль Хотя кто-то скажет Там есть автомат, джатка Или как он там называется Ну, есть и что Это от этого автомобиля японский, что ли, стал? А вот Vesta, наш там Supermix Почему вообще ее разрешили выпускать Учитывая, что есть там тот же Logan Я не знаю Мне это не совсем понятно Опять же есть Almera Но Almera это тоже недоразумение, если честно Учитывая, конечно, что она очень большая Но кроме как для таксистов я это не скажу Слышно, да, какой ветер в внешней потоке Ну, ситуация не очень, скажем так И мы вот на пятой продолжаем разгон Посмотрим, что у нас получится на пятой Идем в другую сторону Поехали Получится ли у нас дойти до скорости Которая мне нужна Мне бы хотелось все-таки за 180 уйти Потому что зимой у нас было 182, по-моему, если не ошибаюсь И вот здесь вот прям я чувствую, как Сносит буквально ветром Очень ветрено Неудачная погода для этого Ну, ладно Идем в целом Въезда по трассе очень хорошо идет И то самое Ну, нет, не получается у нас в эту сторону Не получается Спасибо Спасибо, дружок Просто я не знаю Я, конечно, сам правила все время нарушаю В этом нет ничего удивительного Все-таки мы И ничего хорошего в этом тоже нет Скажу тем, кто любит Говорить про то, что вот Как так можно Главное нарушать правила так, чтобы не было Помех другим участникам движения В этом без смысл Лучше вообще не нарушать Но для этого надо жить в другой стране А я верю, что хоть что-то хорошее в нашей стране осталось По крайней мере, возможность Иногда превысить доступные лимиты Ладно, возвращаемся к поездке О, что тут такое происходит вообще Что-то там человек делает Ну вот Интересно, повесить здесь камеры Пока тут камер нет Третью, ну давай, четвертую вернее Давайте попробуем раскочегариться У нас есть еще одна попытка Пока вы видели, да То есть в одну сторону 180 те же самые То есть чип не особо повлиял на максималку Хотя и масса автомобиля возросла Может это как-то и скажется Поехали Сейчас выкрутим четвертую В пол Разгоняемся Попробуем Немножко-немножко от потоков ветра автомобиль подплывает Вот у Vesta едва-едва в нуле При незначительных наклонениях Небольшая-небольшая неустойчивость Это единственный ее минус По большому счету Но То, что руль классный и четкий Это самый лучший автомобиль в классе Именно по отзыву на руль Самое интересное по управляемости То есть ты чувствуешь автомобиль Вот то, что я говорю про автомобиль Ну зачем вы все лезете под меня Ну вот Так что Самый-самый-самый автомобиль Кто хочет чувствовать автомобиль Кто хочет ездить быстро В этом классе Это конечно Vesta с механикой Очень ждем Vesta Sport Очень мы ее жаждем на самом деле Потому что Она Раскроет свое шасси Видите, я спокойно перестраиваюсь Ни каких у меня проблем Судорог Еще чего-то нету при движении И пытаемся мы что-то сейчас показать Увы Я думаю придется делать перезаезды Наверное Скорость, честно сказать Ни фонтан, ни блеск 169 и все 170 Даже до штатной скорости Машина не доезжает Лишь там мы, да В тот конец Умудрились доехать до 180 и все Вот здесь вот А четвертый уже кончается на этой скорости 170 там И То есть Либо мы зависаем на ограничителе А пятый позволяет тянуть только При боли благоприятных условиях Хотя вот внешне не сказать Что деревья-то колышется Вот так вот Так что Проверяем тормоза Отлично проходим Уходим дальше Почему все не ездят Нормально Я не знаю Хотя может я ненормально еду Идем дальше И уже в горочку тянем Так что в целом Ничего нового Я в этом видео Оказывается не сделал Да кроме того Что понял На летней резине Веска приятнее Чем на зимней Комфортная скорость Выше намного И Не 140 где-то Да Я так думаю Что в принципе Даже на максималке Можно длительное время ехать Хотя вот в нуле В нуле Чуть-чуть вот Чистоты в нуле Не хватает Это конечно Не Jaguar Вот в этом фишка Наверное Если бы чуть-чуть Добавить наверное Денег на разработку Получился бы вообще Идеальный автомобиль Б-класса Который Сравним был бы С теми Каким там Audi A1 Да Вот туда вот куда-то Хотя малышей В принципе Малыши Ваговские Они все равно Больше чем Vesta Это уже ближе к C Да вот куда-то Но так мы не пройдем Ладно На этом на самом деле Я пожалуй закончу Своё высказывание Про езду на Vesta Я думаю Вы все уже все знаете Я много раз вам говорил Сегодня мы как раз Пытались Согнаться по максимуму Посмотреть что происходит На максимальной скорости И выяснили Что шасси готово Спокойно К приему Более мощного Автомобиля Мощного двигателя Я надеюсь Что после установки Сюда турбины Все таки проект срастется Это будет Совсем другая Уже Ситуация Совсем другие ощущения Пока Vesta Очень хороша И среди автомобилей Б класса Легко может Носиться по трассе Ну главное Хорошую резину поставьте Чтобы не было у вас Вот этих вот Головунов Еще чего-то И чтобы хорошо Она стояла В повороте Мы видим Да то есть Очень интересное шасси Для Б класса Доступного Б класса Это лучший автомобиль По шасси Жаль что нету Нормального автомата Потому что ручка Это не для всех Я считаю Все таки Ручка Это ручка На этом друзья Я с вами Прощаюсь Все таки Да Я думаю Что послушали Посмотрели Попробовали Раскочегариться Были посреднили Те кто Говорили Что на четвертый Надо разгоняться Ни хрена На четвертый Мы утыкаемся В ограничитель Так что До новых встреч Пишите Конечно Пишите комментарии Я работаю для вас Все это делаю Для того Чтобы вы понимали Что такое автомобили Что в них Можно делать Что лучше не делать Ну и конечно Лучший тест От первого лица Я надеюсь Все таки у меня И у никого то еще До новых встреч Пока Пока